Неожиданный поворот в деле о пинке под зад руководителю администрации Кулебакского района. В результате скандальной истории счастливы будут дети. Я напомню, предприниматель Дмитрий Явлюхин решил, что называется, дать пинка власти для скорости в принятии решений. Причем сделал это самым буквальным образом. Ударил ногой по ягодицам заместительного главы администрации города Кулебаки. Тем самым причинив ему страдания, телесные повреждения в виде кровоподтека. Удар был один. Мы очень сильны. Мотивом является то, что он рассчитывал получить определенное решение от заместительного главы администрации, но заместительного главы администрации отказался обменивать квартиру или в общежитии на другое имущество. Если каждый будет приходить и бить морду, извините за выражение, то это нормально, да. Это является действием, направленным на представителя власти. Как следствие, это не должно остаться бесследно и безнаказанно. Статья серьезная. И предпринимателя Дмитрия Явлюхина могли ждать даже пять лет лишения свободы. Но пострадавший замглавы Кулебакского района решил жизнь ему не портить и предложил примирение. Сегодня нападавший принес ему извинения. Признается, Дмитрия Явлюхина? Да, признаю. Сходяем и раскаиваюсь? Раскаиваюсь. Имел место? Нет, не имел. Как не имел? Ты же не имел. А, имел и не имел. Простите, не помню. Да, да, я не помню вопросов. Извинения привести публично желаете? Да. Если желаете. Да. Приношу извинения, уважаемый суд, перед вами и перед Туликовым, Виктором Владимировичем. Примирение достигнуто между вами? Да, достигнуто, Ваша честь. Было принято решение, да, простить. Простить, значит, примириться, значит, подсудимым. Он человек молодой, вот, ему еще жить и жить, да, совершил проступок, да, раскаялся на данный момент, признал вину. Это самое главное. Надеюсь, что, почему простил, потому что надеюсь, что он такое больше не совершит, проступка, с такого преступления. Потому что это преступление все-таки очень такое злостное, я считаю, что против представителей власти идти. Вроде стоял вопрос о возмещении материального вреда. Ну, мне, еще раз повторяю, мне копейки не нужно от подсудимого. Я старался только для людей, я старался для наших жителей в городе Кулебяки. Поэтому те деньги, которые, значит, Дмитрий Григорьевич, значит, выделил, он перечислил их сразу же ни на мой счет, ни куда-то, ни на администрацию. Он перечислил сразу же в организацию, которая занимается производством детских городков. И в течение, я думаю, трехнедельного срока, как мне пообещали, потому что созвал нас с этой организацией, привезут элементы, мы их установим на территорию города Кулебяки, чтобы репетишки наши радовались этому. Потому что есть районы, где у нас еще не обеспечены наши репетишки детскими городками. Кстати, кроме компенсации в 55 тысяч рублей, Дмитрий Евлюхин никакого наказания не понесет. А поскольку состоялось примирение, судимым он также считаться не будет.